ну чё народ всем привет камера готова вот так чтоб сверху снимала чуть-чуть кофе йока заварено яичница сварена это у нас два халапино сверху еще чил и сас спайси бейкин сасвич и хим и вопросы на ответы на ваши ответы у меня вопросы поняли значит включаем комменты и потом фильтруем как мы это все делаем фильтруем базар contains questions все вот они вот они все вопросы начинаем с самого свежего и погнали а балансировка где делаете нигде значит вот почему-то вот удивляюсь и опять вот от балансировать написано без восклицательного знака обычно обязательно оставить восклицательный знак вас но не восклицательный знак а вопросительный до вопросительный знак надо хартик тебе поставим балансировка на задние колеса на траках не делается и в любом шапе их делают устанавливают монтировкой у нас в америке нету машинок вот как мы с артёмом делаем так и два молодых хлопчика занимается этими же монтировками так что мужики еще раз всем привет вкусно кофе с утра наливайте чайку готовьте кофе еку кто еще не изготовить и погнали значит яичница у нас сегодня сварена жарена спарена в как она называется в перчике вот так вот отрезаешь перец кругом и туда яйцо заливаешь такой кушайте наслаждайтесь а мы будем отвечать на ваши вопросы постараюсь дать ответы значит много очень вопросов за балансировку еще раз объясняю назад никто балансировку не делает я вам даже больше скажу назад когда амортизаторы выбивает или потекшие ты их не почувствуешь ставишь новые у тебя только в голове что у тебя новые амортизаторы ты их не чувствуешь когда на тебе 40 тонн веса висит поняли да на передке там еще окей ну когда у тебя на заднем на задних осях 34000 паунтов а бывает и по 40 тысяч паунтов то там эти амортизаторы до одного места все весь вес получается у тебя на воздушной подушке все так что балансировки не надо а лайма мы делаем на глаз схождение колес как мы всегда с братом делали все рулеточка ребят передние колеса да вот они вот так 1 16 должны быть вперед все рулетка замерили впереди рулетка замерили зале поставили новые эти концы на рулевой тяги и все не надо никуда ездить не тратить деньги все делается на глаз только когда фары выставляете то да там надо ставить на стенд как кто-то писал на стенд повезешь конечно повезу как только темно будет на улице сразу на стенд заедем отрегулируем фары еще один вопрос пишет обратил внимание что заезжаете во двор то передом то задом значит у меня во дворе мало места в сзади в начале до двора то а много получается когда заехал то есть и мы морду делаем на траке то мы передом заезжаем если вот как зад работали колеса делали то лучше задом заехать у тебя больше места во дворе так как у меня во дворе реально места мало а чонил калаевич шиномонтаж доехать никак дедовский метод диски гнуть дешевле не мы не против мы просто забыли что так можно вопрос к вам у вас реально когда большой трак приезжает у вас есть какой-то там станок в европе как-то где-то что-то мне писали мы уже на эту тему разговаривали с вами это видимо новые подписчики хотя нет старый подписчик напишите если реально у вас в россии есть станок на который вы снимаете колеса резину и одеваете мне просто интересно почему в америке до сих пор их нету вот приезжаете круто фирму дал и шваб там гудер все делается двумя монтировками и большой кувалды все и балансировки не делается только напередок так что напишите мне просто интересно у нас до сих пор 63 года на дворе и дедовский метод что мы с артемом делали то же самое нам делают власть шваби спасибо за коммент но у меня образовался вопрос на ваш вопрос да мир спроси вас что переживаешь пишешь никакой пожарной безопасности где огнетушители значит не тушить я всегда в траке есть во первых во вторых всегда шланг у нас размотаны что-то пойдет не так будем шлангом тушить как-то так так что спасибо так какой у нас мост главный задний или передний а может оба нет всегда задний мост ведет одно заднее правое колесо ведет себя и все когда включаешь этот редуктор или switch блокировку то добавляешь средний мост так что средний мост он постоянно крутится просто крутится там даже не важно он рабочий датчика температуры или не рабочий как у меня до заменил датчиком все равно не показывает ну да ладно дядя вова привет спасибо за видео расскажи пожалуйста собираешься ли ты когда-нибудь участвовать в трак шоу и что за это дадут дают вместе догонят то дадут давай об этом поговорим значит в трак шоу я никогда участвовать не собираюсь и не собирался объясню почему туда надо реально вложить 300 тысяч долларов весь салон стоп до головы заделать всякими там лампочками динамиками весь его обшить полностью кастом чтобы у тебя салон был и перед а то есть снаружи так то же самое плюс еще под капотом весь в хроме должен быть ребята это немереные бабки у меня папа не миллионер поняли да как бы миллионер как говорится ты бы знал бы кто мой папа а папа у нас кто иисус христос сам бог ну как то вот финансами он не сильно нам награждает так что приходится своим горбом так что не на так что мы не планируем на своих ржавых траках нам туда нельзя а зачем вообще менять эту рессору она же не сломалась сразу второй вопрос задаешь хороший звук кенварта а почему у него бензобаки не отражают реальность ну насчет бензобак то вы вы скорее всего не увидите но мы их отполируем будут отражать зачем рессоры полтора листа рессоры мы кинули да от петербилда на кенварт во первых они на 5 инчи длиннее и получается не так колбасит этого кешу бедного бедолагу короче когда кешу опускаешь его начинает он начинает вилять становится неконтролируемый то мы что такое уже не делали все американцы тоже говорят у него death wobble и одна фирма в персильвании именно устанавливает полтора листа рессоры и двойные airbag воздушные подушки от петербилда то мы тоже попробовали так же само попробовали сделали тема еще хочет правда по две подушки поставить на каждую сторону и один амортизатор так как он сейчас по два амортизатора снял осталось только два на переде а было четыре как у меня играет очень классно там ведь много амортизаторов не надо то может быть еще дальше продолжим посмотрим что будет но оказывается у нас воздушная подушка садится ниже в ней внутри бам стоп на чем она садится на у нас ниже чем на тех двух длинных до оригинальных от петербилда и мне такая система не подойдет я хочу чем ниже сесть а тема же говорит там на один инчина буквально его подымет вот так сильно опускаться не будет так что тема все воюет чтобы кеша нормально шел хотя горит уже нормально ну так что посмотрим может быть еще дальше продолжим его делать в порту своя мафия вопрос стопроцентного там мафия это самая сильная мафия на этом побережье и и по моему создала нора лос-анджелес калифорния так как все плохое идет оттуда с калифорния самый такой штат мы уже об этом как-то говорили с тема вот говорили на эту тему что помогу питья или или твал гейтс там что-то делает да такое для траков и главное они должны позвонить в калифорнию спросить у калифорнии разрешения могут ли они устанавливать на траки которые не будут заезжать в калифорнию но по всей америке будут ездить но должны разрешение спросить у калифорнии это чё за чушь если трак не будет заезжать калифорнию то при чем здесь калифорния а калифорния касса контролирует всю америку вот так вот так что все плохое выходит с калифорнии по моему даже калифорния всем можно так даже сказать вслух контролирует всю землю так что земля бедные мы с вами все люди а еще беднее кто калифорнии живет на таком-то траке не заехать на велосипеде не заехать на велосипеде должна быть чистая цепочка состоять наверное чтобы без солидола смазанного а то ты чё это же это же какая грязь так что мужики своя мафия и она называется лонг шерман вот такая мафия против них никаких законов нету что хотят порту то и делают когда тебя ударяют всю морду разнесут своего трака они на своими машинами ты даже не имеешь права полицию позвать в порт разбираться с ними тебя обвиняют стопроцентного что ты стоял не в том месте а ты просто в линии стоял и можешь валить с порта куда-то пожалуешься могут выгнать на всю жизнь и все так что там мафия ужасно как я с ними 25 лет работаю я сам не знаю сам шоке я в шоке я даже жевать перестал от этого звука прислушались хорошо пошел это кстати сегодня первый раз он пошел но еще утро еще не вечер стоит постоянно возле моего дома прогревает его газует ну ничего а когда на главную улицу выезжает и пошел до полика давать этой восьмерочки и у него 46 литра не 50 где-то мустанг двухтысячных годов квадратный такой самый квадратный красава красава гоняет хлопец и все добрый день а кто следит за тех состоянием прицепа он же в аренде мы прицепы в аренд не платим как бы да ну мы берем нам хозяин их дает вместе с грузом нашел нам груз предоставляет прицеп поэтому иногда я беру двадцатку slash 40 slash это получается тире 40 до 20 на 40 там можно две двадцатки возить одну двадцатку тяжелую посередине или сороковку или у него есть много колес как вы уже видели 5 по моему до 4 сзади и еще и дополнительная ось опускается 5 осей если надо тяжелую сороковку перевести я заезжаю к нему в ярд и беру тебя часть и погнал сороковку тяжелую да вот такое так что он все делает меняет тормоза меняет резину я только за ними приглядываю ну могу залезть тормоза подвести да это обязательно чтоб лампочки горели все проверяю сам так как с меня спрос на весовой а уже на весовой когда вас остановили для инспекция то полицейскому или делать и department of transportation которые следят за траками то им по барабану чей-то прицеп он находится сзади тебя и ты везешь груз еще и тяжелый и ты ответственный за это прицеп какие-то неисправлены найдут все повесят на тебя тибетики дадут разницы нет чей порта допустим порту ты его взял не порта проблемы поэтому всегда проверяешь ты и всегда заботишься об этом прицепе который за тебя ты сам как только колеса подошли смотришь что уже нелегально звонишь босса и босс надо два колеса все или босс подскочил тебе поменял или там куда-то заехал поменял ну сам это не делаешь это не твои как бы не твои части не твой прицеп такое дело или к нему я приехал он тебе там поменял лампочки так же сама ты как бы ничего на него не тратишь только следишь где-то что-то поломка сразу боссовый босс босс у нас вот такие на классный сразу все меняет и все без разговора так как а прицеп должен быть в идеальном состоянии как бы прицеп должен соответствовать моему так поняли даже как-то брызговик какой-то был такой непонятный как-то не то у меня на траке все брызговики ровные а там что непорядок как бы мне тоже да красиво хочется ехать так что босс это понимает у него самого крутичи 900 так что вот такое дело едем дальше они едем дальше че едем не видим дядя вова какие фильмы сериалы телепередачи больше смотришь американские или русскоязычные значит фильмы сериалы только русские американские что-то да и уже и русские честно сказать да вот эти вот я не знаю там украинские иногда да украинский канал попадается смотришь и русские что-то тоже уже к американцам так как-то подтягиваются я американский за этого не люблю смотреться к ерунду показывают тут уже наши подтянулись а ну как я говорю все идет с калифорнии холливуд или по вашему голливуд же все-таки холливуд короче дело к ночи сериальчики русские то по любому а новости новости не смотрю не украинские не русские только вот этот атака карлсон более-менее классный мужик еще еще кто всю правду говорит но это так если вам интересно да интересно ни в коем случае не хочу как не хочу это самое ну сразу мне выскакивает toyota supra на первом месте это сто процентов и где он тут мой красавчик вот он scott рейдер или рейтер ар-а-а-а-а так что scott рейдер ну уже курсе дела вот по любым темам он рассказывает от и до так что смотрите у него правда по русски нету я его переводить не буду а этого уже переводят так как карлсон есть на русском так что смотрите запоминайте учитесь а как бы да ваши новости я бы даже не смотрел просто даже бы не смотрел как и наши новости я наши новости не смотрю вот телевизор висит на стенке на это чтобы лаптап подсоединить до него или с телефона на него перед переставить какой-то youtube да или там русский сериальчик все новости он на молчит там пропаганда все тот один человек плохой а все остальные хорошие светюши так что это можете не смотреть сразу свои телевизоры выключайте новости переходите вот как я сказал два человека в мире осталось нормально которые против новостей говорят вот всегда против новостей идут вот это я уже обратил внимание и я поддерживаю такой же самый все что по новостям показали какой-то большой раздули да значит они что-то хавают или как по-русски слова хавают не хотят короче сказать правду о другом о маленьком вот какая-то маленькая правда они раздули чуть-чуть какую-то неправду и на всех каналах об этом бухтят короче всегда прикрываются чем-то неправдой хотят прикрыть правду вот так вот это уже доказано дядя вот нож вов вы так и не ответили куда вы отработанное масло с машины убираете или здесь у нас есть канализация возле дома куда вода стекает до стек воды вот туда и сливаем когда свет потушили везде это у меня друган такой был всегда 90-х раньше когда начинали работать он сам всю жизнь масло меняет и это мы как-то всегда в shop ездили не ездили окна мужик механик подъезжал на колесах здесь тоже есть механики на колесах звонишь ему и у нас 5 траков приедет масло поменять после работы приезжает к нам на стоянку и меняет всем масло было классно потом начали сами как-то менять все началось с масло менять а потом козырьки начали прикручивать а потом опускать траки всегда блок вот сколько мы с противником заделываем траки до всю жизнь двух тысяч на третьем году у меня первый петербилд появился а 94 года фрейд лайнеров вот я красный выставляю с большим козырьком я уже фрейд лайнере мы начали с братья ником заделывать только поняли что их не заделывают их спаливает монахами все и покупают петербилд не заделывайте эти пластмассники не надо на американцы над вами смеются и дядя вова тоже короче если у вас не 900 и не 359 379 389 можете даже туда ничего не ставить это просто не смешно но там не смотрится но там не идет значит а у друга на тоже спросил этот же вопрос мне просто интересно куда масло сдаешь раньше такого не было что пришел в магазин где ты его купил там и принимают мы создаем туда но мы всегда его туда сдавали а друган горит слышка это то соседу в огород гитвы или только в канализацию солью смешно короче и не смешно травит нам тут рыб понимаешь а потом рыба дизелем пахнет так что у нас отходы все принимаются отработанное масло назад в автозону там я через дорогу автомобильный магазин автозон принимают по 5 галлонов у меня две таких по 2 по 2 с половиной галлончик я беру их зашел слил молча только сказала и масло пойду салью он говорит иди у меня там уже все знают как греться мы там с темой каждую неделю яичница просто божественная просто да ты чё чисто такая мужская сам приготовил сам и ешь дядя вова еще расскажи в 15 раз почему такое длинное дышло да по моему уже было 15 раз не это уже 16 раз говорю только для развесовки все вас полицейские останавливают от этой оси до этой оси должна быть длина все с таким грузом ты должен быть длинный или у тебя просто много-много-много-много-много много-много-много колес должно быть осей поняли как я на дам траке работал когда я снимал у него их на прицепе сверху закидано дополнительная ось он когда загружается сразу раз и вниз в зале и плюс под самим кузовом у него четыре оси две которые ведут две которые опускаются и одна передняя и плюс еще дополнительно сзади и ребята говорят когда он такой тяжелый на маленькую коробочку вот так вот опять едет на поворотах ведь не вписывается на бордюр иногда заезжаешь не на бордюре но она тротуар говорит то такое дело опасная техника дядя вова вы знаете для чего пинают колеса в россии ну и по той же самой причине как и в америке что кое-что отошло от ляжки от отстала ну да а то прилипло болоте какая ширина кабины внутри от водительской двери до пассажирской на растянутые руки 6 фитов вы знали да если выше шесть фитов длиной то когда вы руки растягиваете у вас тоже должно быть 6 фитов ну или там если вы 5 то у вас 5 должно быть если у вас эта пропорция не то то вы значит не пропорциональный человек вы инвалид шучу не знаю ну короче где-то так то что я реально сижу за рулем я чуть-чуть и дотягиваюсь до пассажирской стороны то есть я сяду посередине между сиденьями я реально буду на двух дверях хлопать так что михалыч михаил михалыч растяни руки и замерь мои руки 6 фитов 6 фитов это получается где-то два с сантиметра сколько это не представляю сколько это два с половиной сантиметра мне но здесь сантиметрах вообще не надо проходили мы сантиметре миллиметры он на два с половиной миллиметра вот столько с первого седьмого класса а потом всю винчих ребят всю винчих дюймовые ключи и погнали народ 6 косарей просмотров лайк поставить тяжело ну чё погнали вот я с вами тут же самый вопрос у меня лентяи дизлайк тяжело втулить а ну не лайкать не лайкать так дислайкать в конце-то концов с конца на конец что-то баки гниловатые или нет баки не гнилые просто все побитые камушками все снизу постоянно поэтому баки не рекомендует красить они все снизу убиваются камнями от передних колес улетит да и потом начинает это все заворачиваться заворачиваться и в конце концов очень-очень некрасиво когда у тебя краска объект обрезшая наполовину баков ай-яй-яй нарушаем почему не пристегиваться ремнем безопасности но вы же знаете их те же самые люди придумали кто придумал тормоза все вопросов больше нет у меня вопросов больше к вам нет доброго дня вы суп вы продали уже да в конце восемнадцатого года сразу после того как я в бэлловью съездил с некера чем не заснял обзор сделал мне прямо при нем позвонил покупатель я говорю давай встретимся в брэнтоне как я уже снимал много раз в кенте в кенте не вариантами у меня когда там есть магазин большой в инку я давай там встретимся по 167 ехал и все мы с ним встретились он прокатился ему понравилось и сразу забрали доброе утро у китайцев это на разгрузке где мы с вами были баками низко проходили за тобой уж не тема ли был сто процентов он уже на улице меня ждал пока меня разгрузит пока я выйду так как там реально места нету внутри стоишь на обочине на улице потом один трак выехал другой задом заехал я даже сам не знал что тема кто приедет привет володя ну заколхозили вы амортики от другого размера если их поставить удачи и погнали ребят смотрите трак шоу а то у меня на трак шоу посылаете а сами не представляете как все делают мы сделали как все делают понимаете мы все копируем страх шоу всю эту воздушную систему берем оттуда кто ставит ее вы не думаете что мы сами что-то придумали тут сидим делаем нам уклюем нет все так делают мы увидели себе поставили а вот это хороший вопрос василий спасибо а поддон до балки на спущенных подушках не достает у темы доставал нам пришлось а потом еще и 40 кусочек до подставлять что приподнять сильно низко сел и болтом который откручиваешь болт снизу джейн джейн болда сливать откуда масло там есть и впереди если с одного боку есть другого боку там три или четыре этих самых слива есть поддоне и вот как раз он поддонам у темы сел у меня таких проблем нет я замерил он был три с половиной инча мы его опустили всего-навсего полтора инча я так сказал а думали три три с половиной опустится он не опустился почему-то вот проблемы а не садится петрович кеша не едет нормально а петрович сесть не хочет нормально без а автовоза балки кархоллер балки до впереди а если кархоллер балку поставлю то уже бы туда бы гранит бы не привез туда бы уже бы не заехал уже бы баками бы сел так что тут такое дело на рыбалку мы ставить не будем забудем за балку иначе я говорю три места в которых мы уже не заедем с кархоллер ской балкой а слив у меня так и остался 3 нича как-то так села полтора инча а мотор подсел на полынча всего-навсего так что у меня там еще зазор капитальный или каменюга так высоко сидит или кят я не знаю короче давайте это самое поговорим насчет кеттерпиллера я знаю что вам всем интересно кеттерпиллер сделал несколько тысяч новых моторов вот прям бренд спинки не значит они сделали по моему 2 ws мотор и 6 нз это по-любому это у них очень ну самый такой популярный двигатель самый лучший на планете двигатель это 6 нз кеттерпиллера ну и после него пошел двухтурбовый эйсер ну чтобы если нормально сделать надо с него снять две турбы и поставить одну нормальную да как бы по performance wise он не будет лучше с одной турбиной а как он смотрится чисто просто то лучше а вообще американцы советую две турбы не убирать просто сделать ему делать обрезать то что не надо и сделать этих две турбы чтобы они работали капитально и накручивается он на 700 лошадей и просто тяга у него на 700 лошадей на колеса не просто так на самый я бы сказал бы мощный на на двигатель на планете то что он накручивается там что-то на 2500 лошадей или чё когда вот они стартуются на черный дым столбом стоит это там реальная тяга ребят это не 700 лошадей там две две с половиной тысячи лошадей там меняется коробка там меняются мосты там меняются карданы там все меняется это встает 300 тысяч долларов короче нам это не надо нам это игра не по зубам это расход очень большой на все надо гроши значит катер пила сделал новые моторы в том числе и если двухтурбовой как они делали до десятого года так они сделали до десятого года значит куда вы их можете поставить вот чем самый такой секретный вопрос вы не можете его десятого года взять катер пилы поставить в одиннадцатый год трак или в двенадцатый или как у меня четырнадцатый моя уже версия отпадает но артем или мой брательник да у них двухтысячного года траки то ты можешь двухтысячный год поставить новее двигатель как допустим 6 нз 2001 года или также двухтысячного взять гора или уже доплатить денег он чуть дороже стоит взять двухтурбовый эйсер короче старый трак ты можешь их не на веке от катер пилы поставить в новый трак они тебе его даже не продадут сразу с бумагами ты должен прийти показать куда ты его ставишь или можешь загнать свой тракт катер пилы ранить и поставят это еще будет 200 тысяч долларов стоить шучу но очень будет дорого чтоб ваш оттуда вытащите и поставить сам двигатель 6 нз по моему 50 тысяч долларов стоит 50 тысяч долларов ребят я загорелся я готов взять у них а лон в банке кита пилы это тот же самый банк он тебе дает заем ты берешь у них двигатель тайтл приносишь документы приносит кенверс от темного мужа это все продумали говоришь вот у меня кенверс там стоял 2ws мотор вот только что зря что мы свой мотор уже отдали уже продали они берут любой двигатель любой там им без разницы главное чтобы типа такой у тебя двигатель стоял ты идешь на разборку траков на junkyard покупаешь 2ws который ремонту не принадлежит блок там расхераченный главное двигатель купил и им надо показать что вот этот двигатель у тебя стоял в этом траке приносит документы вы решили у меня в этом кенверсе 2000 года стоял этот мотор отдаешь им как core charge им это обязательно надо они без мотора тебе не дадут за другим мотор и сейчас расскажу то же самое и покупаешь у них на твой вкус поновее двигатель на твой вкус хочешь эйсер двухтурбовый бери двухтурбовый я бы себе 6 нз поставил так как он себя прорекламировал реально посмотрите 12 лет на нем отъездил ни единой поломки ни разу башка не вскрывалась просто не единой может быть раза три может быть два не помню сколько раз водяную помпу поломал не поломала поменял но это никак к блоку не относится все навесные да вот поменял слева у нас получается помпа воздуха как это называется компрессор поменял водяную помпу менял пару раз генератор само собой и вентилятор охлаждения на сам этот фэн хаб воздух потек такое дело так что все вокруг навесное менял варку и водяной кулер охладитель никогда не менял сколько водяную помпу с него вытаскивал затаскивал ни разу не менял но снимал ездил к механику чтоб он него проверил так что такое дело и радиатор да по-моему я менял может даже не менял может только парами промывал не помню короче не помню по моему не менял на своем траке радиатор на зеленом меняли мы и гор мне помогал саму середину сердцевину меняли а эти tanks перекручивали просто там миллион болтов все ломаются никакой не откручивается ну потом тебя кит идет с болтами с прокладками все собрали поставили нормально было так что вот такое дело значит если у тебя фрейдлайнер ведь я там стоял 12 7 литров детройт или как на моем кэше тоже был детройт да но ты себе хочешь поставить кетерпилы то же самое нет проблем только не тебе дают за него меньше как корт чардж они тебе за него меньше дают то ты еще получается 50 тысяч за кетерпилы платишь плюс еще если у них три тысячи давайте возьмем три тысячи они знают сколько корт чардж за старый двигатель те дают или они берут с тебя то допустим три тысячи долларов ты им должен дать за кетерпилы кетерпилы принес этих три тысячи долларов гасится ты ничего не должен 50 штук на стол новый двигатель и по поехал привез им детройт они скажут ага это не кетерпилы но мы его берем но мы тебе только можем за него две тысячи долларов дать ты нам еще 1000 долларов будешь должен может быть так же самое за камекс я не знаю это просто пример что ты должен им еще 1000 долларов то тебе уже кетерпилы новый не обходится не 50 тысяч а 51 поняли за кетерпилы они тебе дают все полностью корт чардж может там 5000 долларов может 6 я не знаю как бы я пацана смотрел он про это ничего не говорил так что мужики напишите стоит с новым кетерпилы рам связаться пока вот у темы есть такой вариант ему двигатель не надо у нас как бы есть тракта который мы двигатель поменяли как бы реально мы можем это сделать купить двигатель под темный трак и поставить на мой и плюс я бы еще бы 12 тысяч долларов потратил на новую коробку 18 пит она стоит 12 тысяч долларов новая не ребил не после как называется по вашему забыл overhaul rebuild не знаю пропустил слово пришло слово потом ушло вот куда-то откуда-то приходит и куда-то уходит я не знаю так что было бы встала мне бы это было бы 62 тысячи долларов только мотор и коробка плюс самое интересное там потом надо будет все делать а проводку другую есть проводка стоит по моему 33 500 только проводка короче если весь кит хочешь он 7000 долларов стоит в ариконе продаются гусб кустник не гусс а кузб оригин кому-то если вдруг надо то там продается какой-то кастом кастом трак или чуть такое датком у них все продается у них все есть там а другие крепления мотора идут у них по моему радиатор как там надо переделать или фэн шраут переделать что-то я не помню что там переделать очень много вещей переделывается и все трубки все воздушные трубы короче к турбик что подходит там все все тебе дают за 7000 долларов то ты посчитайте 50 62 плюс 7 плюс где-то что-то еще мелочь какая-то вот тебе получается 70 тысяч долларов а мы его еще не поставили в трак это мы всю порцию купили и она у нас стоит во дворе ну и как вы уже поняли мы стем мы это дело можем сами все сделать взять форклифта вытащить поставить как бы это нет проблем ну тут еще оказывается я пропустил между коробкой и мотора есть сцепление так что еще она будет сцепление оставить 2000 только да может быть даже 200 2200 только засунуть сцепление чтоб его реально уже накручивать на 750 лошадей так как что-то у меня был 625 ну да равных я себе не знал вот мой котенок да когда я на синим кто со мной ездил может слайк напишите кто меня смотрит все просто удивлялись глядя 2 учете там под капотом просто уходил от всех и все там гора такая 10 миль есть просто подъем 10 майлов ешь 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 я всех их терял просто просто их терял там любой тракт не по барабану камень 100 моя секс 700 лошадей там по рыбу по барабану было у темы просто вы не пони не поймите у темы сейчас на 550 хотя бы поставить он моего каменюгу сделать сразу же у него сейчас стоит 472 лошади маловато слабовато но у него есть куда двигаться так же самое у меня на каменюге то же самое можно поставить его на 600 лошадей 2000 только там да он потянет по ей я ничего не говорю так что вот такие дела 70 тысяч долларов на стол чё открываем этот самый куда будете деньги мне пересылать каждый месяц вот заработали пенсию со своей пенсии поделились со мной я шучу ребят мне ваши деньги не надо были бы у меня деньги вы свои бы вам отдал но у меня их тоже нету так как я говорю у меня отец не как его звать билл гейтс слава тебе господи что мой отец не билл гейтс такая еще слов нема такой человек любой миллионер что наш президент бывший как он оранжевый президент оранжевый у нас был трамп до дональд трамп спасибо господи что это не мой отец а мне говорит папа только миллион долларов дал я ведь сам раскрутился а если бы мне бы папа миллион долларов дал какой бы у нас петруха бы был бы все бы миллион бы потратил на петруху а остальным бы еще бы должен был бы остался так что народ читаем дальше ваши комменты приветствую владимир какие у нас планы по поводу дисковых тормозов бумчу мутить или оставим так как есть тормоза придумали трусы тормоза у нас есть и очень хорошие ни разу на дисковых не ездил может быть даже ни разу не буду ездить своей жизни так как петрович у нас классный сердцевину поменять в нем и там больше ничего не надо поверьте мне чем вам дисковые тормоза дают ну да кто-то там поменял ну и чё за ними что ли повторять не надо бегать за каждым повторять о тот сделал надо себе не надо себе делать так тормозит нормально я не вижу в этом проблем я всю жизнь на барабанах они дешевле в замене намного дешевле можно пять раз дисковые тормоза то есть сам барабанные тормоза поменять чем тот раз дисковые поменять да вы скажете дольше ходят но все равно когда ты их надо менять там без штанов остаешься когда приходит время их заменить так что ребят без штанов вы ездите а я буду с барабанными ездить значит вопросы читаю пошли уже те же самые которые я вот когда еду до читаю комментарии ваши и тут же отвечаю очень много вот кто со мной катается каждый день до вы заметили что у меня очень много в роликах ответов на ваши вопросы вот допустим может бампер неровно стоит да я потом даже делал обзор и показывал как он стоит и чё там неровно стоит да или уже не то что там не стоит а уже неправильно висит и другой вопрос сколько смотрю не могу его понять это насчет темы на ком он языке разговаривает тоже уже объяснил кто такой тема и почему так что смотрите ролики будут вам ответы а если на джанке посмотреть балку это вопрос был насчет передней балки кархолоровская сколько я заезжал у нас кстати джанка закрылась а у нас в вашингтоне осталось наверно одна одна джанка осталось успокоен спокоен это от меня 300 мая это очень долго это пять часов туда валить надо так что спокоене одна джанка осталось а другая у нас ближе два с половиной часа в портленде есть но она как-то не по пути она находится между пятеркой 205 как-то так посередине и оттуда далеко и отсюда далеко так что не думаю что мы с вами когда по пути заем она нам не по пути когда что-то надо будет срочное такое тогда заедем но я туда звонил я в чехолесе заезжал всегда ни у кого кархолер балки нема у всех простые лежат и все николаевич а если такие рессоры поставить на самосвал можно туда и на пенсию идти зарабатывать за самосвалы я уже объяснял ребята нету там работы там сезонная работа остальные самосвалы это большие компании сейчас работают все как только дожди начинаются все он и сидят дома ждут пока кто-то где-нибудь это позвонит и предложит при выйти денечек поработать все я вам пример показываю зинас где мы паркуемся стоит сайдам да на котором я работал переворачивается кузов навык просто месяцами сидит потом смотришь о выехал нема я его каждый день приезжаю бедолага сидит я не знаю если у нее есть вторая работа или нет нету работы ребята самосвал а вопрос был задан за рессору вы же понимаете что там лопнет сразу в первой канаве там надо три массивных рессоры у всех стоит на самосвалах впереди три полноценных толстых листа рессоры вот эта тоненькая рессора она просто по бездорожью она никуда понимаете где самосвал ездит я же вам показывал вместе скрутились а я на своем петровича туда бы не заехал мне его жалко просто было бы где тельняшками запасаетесь сестра с мужем частенько ездит на украину потом в москве были всю европу объездили сказал сестра с сыном или с мужем сестра с мужем ездит олежеку привет большой олежек у нас с города вот ты скажи я скажу я с этого сериала упадая сестренка напомню сериал от свежий такая пухленькая классная артистка ты скажи я скажу не помню а забыл кто-то у меня здесь говорил что вот вон оттуда и оттуда не я олежек у меня оттуда забыл олежек прости забыл откуда ты с украины у него там есть acura rsx и он там стартуется всегда всегда отберет второе место я уже прикалываешь горожек ты на жигулям проигрываешь он грида там есть лада просто заделанная от и до и он и никогда взять не может ну ничего второе место тоже победа не всегда же быть всем на первом месте как петербилл да значит а вот я не знаю откуда тельняшки в украине они купили или только в россии продаются я не знаю так что поправьте мне подскажите где такие тельняшки у меня есть купили две пары и батьки моему а батька что-то не захотел то батька мне их все отдал и все горит наноси а я как-то так думал классно тельняшки то я в тельняшках по дому хожу удобная штучка привет дядя вова как ты относишься к марке audi если это audi 85 86 год и это audi называется 4000 или 4000 с отношусь прям на примут нравится нами вот это вот квадратненькая такая но только не с четырьмя квадратными фарами до чтобы уже полноценная одна была по моему она как раз пошла восемьдесят пятом году я как-то вам засниму ее она у моего брательника brother-in-law швагро не не швагро как же называется я не знаю эти вещи такое комплектованные вещи комплекс моей моей жены старшим старший брат живет тоже в нашем городе здесь у него стоит он как в америку приехал ее купил просто в идеальном состоянии стоит в гараже накрытое всего оригинальная покрасочка там как новый салончик я говорю вовчик подари мне и давай у тебя и куплю это просто коллектор коллектор с машина йог к коллекционируют о коллекционирует данное такое слово есть или нету а может есть или нет может есть короче коллекционно делают сне то вот такая audi мне нравится все остальное lamborghini все остальное это lamborghini так что они мне не нравится вообще не нравится не вот это 8 там какая-то да там или и 8 миллиард 8 что уже путаю спортивно это мне не нравится дядя вова рассматриваешь траки под проекты что там с хаммером удачи во всех делах конечно смотрю всегда траки всегда если что-то где-то дешево попадется я лучше бы взял бы старее трак но не хочу вот смотрите 6 нз он шел только сколько у нас получается в девяносто девятом с половиной года так как девяносто девятом еще шли два dbs котенки 99 с половиной начался 6 нз потом он идет двухтысячный 2001 2 3 у меня был 3 года это уже последний завершающий год четвертом году еще есть 6 нз а уже есть 4 с половиной уже есть если пошел уже двухтурбовый так вот что-то я смотрю на эти 379 у всех рама убитая полностью ржавая я это головной боли больше не хочу я свой синиш покрывал раму после как ее растянул рама вся открылась а там ржавчина на ней хоть отбавляй я с этим играться больше не хочу я бы лучше взял уже 2008 года пошел триста восемьдесят девятый и они до 2011 года еще есть с котенком двухтурбовым само собой если это гладерки то там любой двигатель да можно даже с детроидом купить и они дешевле как только детроид траки стоит на 10 тысяч цена дешевле ну как бы он и не туда и не сюда и не ломается и не тянет да как-то девочка мнется и не тянет дядя паша вам это кстати скажет подтвердить вот сегодня только дядя паша 2 сериальчик посмотрел вчера время не было и просто дядя паша довольны дядь паш я просто рад за вас что вы почувствовали что такое 600 лошадей кобыл и еще плюс горный тормоз на нем есть не просто для папа 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 да как кетерпиллера в детройда просто для звука создавания звука красиво красиво я ничего не говорю но он не тормозит а у комикс у новых да и по моему даже детройт на покаре я ездил на самосвал они просто держат там тормоза не пользуешь туда у тебя горный тормоз есть и тяга а тяга в нашей сфере это на первом месте должна быть и все дядя паша горит левую линию мне не занимайте ребят по правой полосе ездите так как это у меня сейчас теперь петербилд и очень мощный левая линия моя еще и 336 мосты так что двигайтесь дороги дядь паша ей я рад за вас брат павел знать строки рассматриваем только посвежее и с котенком чтоб уже так и химичить ничего не надо для портов так как в порты в наш надо 2008 года трак был а что у тебя под капотом им вообще до лампочки хоть вообще старик это поставь тебя тут не проверяют пока пока калифорния не сказала в калифорнии это уже дело есть продвигают а раз калифорнии продвигают значит нам придет тоже даже не сомневаюсь в этом как там хаммер да что там с хаммером пока что-то с хаммером я затих так как я загорелся toyota supra 23 год 6 speed коробочка кпп на механике вот это моя тема где мой кофе дядя вова поднял ноутбук и посмотрел нет ли под ним кофе странно но там его нет просто кофе стояла вот так если вам видно да вам видно я просто его поднял и она сзади стояла ноутбука не под ним сзади ну я не так вызову вызову выразиться как-то тогда мужики так седьмой день вопросы пошли володя привет слушай а ты случайно под шумок назад крылья замутить не планируешь ну вот заканчиваем к нам окажется внуки едут все пять так что здесь сейчас будет у нас куча мала они все тут вчера были позавчера были с позавчера на вчера они тут у нас спали мне спать вообще не давали но это отдельные разговоры все равно дед остался довольный сегодня опять съедет и вот а дочка звонит бит папке что-то заказать кушать привезти а вране я только с мужиками по по завтракал так что все нормально так что будем заканчивать мужики сколько ответил столько ответил володя привет слушай а ты случайно под шумок назад крылья замутить не планируешь прикольно было бы под каждое колесо я на этот вопрос тоже уже ответил что как-то да может быть окей но у меня рама к этому не позволяет у меня рамы длинной нету да она красиво когда два отдельных колеса где-то там где-то там еще да вот ты заехал нос показал а задние колеса еще где-то там на следующей улице остались вот тогда красиво крылья покрашены она красиво 300 рама так когда у тебя ну когда у тебя всего 265 то есть что это нехватка нехватка рамы не такая на длинная чтобы крылья к ставить и красить ну со временем может быть может быть так как а лук или цибули у нас меняется постоянно то один лук то другой ты на одной на одной цибули не сможешь проехать дольше долго год покатался что-то надо поменять вот у меня так-то синим было всегда учета вышло да вот я всегда сижу на форста и чакс и проверяю что новенькое вышло них такое есть название new items кликаешь смотришь через отпала я себе такое хочу и все уже руки зачесались и заказал и уже идет понимаете так что здесь такое же дело ага мужики все все вопросы уже пошли с чего я начал прошлой неделе так что все мы догнали чей вопрос я не прочитал или на него я уже ответил или он просто сильно мне показался тупым вопросом да вот есть такие вот штуктора 10 да я даже одного заблокировал там вообще просто за соседей ребят про соседей с еще мне напишите как ваши соседи как ваши соседи поживают мне по барабану как ваши соседи поживают я вас заблокирую или сами уходить так как соседи шумят всю дорогу и мы шумеем по субботам ничего страшного я тут не вижу а вы плаксы ваксы о как там соседи бедные соседи бедные бедные вы они соседи мои так что кто по соседям еще заикнется все сразу вас тут не будет так что прошу спасибо за память за понимание как-то так или напишите напишите мне вот что если не хотите смотреть как мы тут с темой траки делаем да у меня в огороде у нас места больше нету или на дороге или здесь мы можем вообще мне показывать сами будем молча делать и все чтоб вас это не раздражало нас переживали за соседей вы лучше россия за своих соседей переживать что вы там делаете вот это я вам скажу от чистого сердца а за моих соседей нечего переживать за ваших соседей переживать все мужики всем спасибо всем пока